Всем здравствуйте! Это продолжение видео, которое я делал некоторое время назад. Оно называлось «Как не попасть на деньги по налогам в Англии». Так вот, если вы все-таки попали, что вам не следует делать? Первое, что не следует делать – шеф, все пропало, шеф, все пропало! Вот это не стоит. Паника никогда не приводит к хорошему. Итак, вы тогда должны связаться с HM Revenue Service. Либо вы можете связаться с ним по телефону и слушать в течение часа классическую музыку. Потом свяжетесь, сможете перепутать что-то, сказать не так, вместо Yes, No или No, Yes. И тогда все пойдет не по тому пути, который вы хотели бы. Есть второй путь, на мой взгляд, более практичный. Зайти по ссылке, которая там внизу, под видео, в чат. Именно по этой ссылке заходите. Потому что есть похожая ссылка. И там вы попадете на того человека, который отвечает за технические работы на этом сайте. Итак, как только вы начнете общаться, напишите первое сообщение, с вами любезно сразу вступит в разговор робот. Вам этого не нужно, абсолютно. Вам в сообщении, в месседжи, нужно набрать аж два раза Customer Assistant. То есть два раза Customer Assistant. Ассистент. Customer Assistant. И тогда, через некоторое время, с вами свяжется живой человек. Вы тут можете напрямую написать ему свои вопросы. При этом, даже очень удобно, можно пользоваться, если что-то непонятно, гугле-переводчиком. Очень удобно. Если не решится проблема сразу в чате, то тогда вам надо писать со своими вопросами письмо на их адрес, который я тоже дам под видео. Под этим видео будет адрес, куда надо писать. Через некоторое время, когда вы письмо послали, оно, конечно, некоторое время должно идти по почте, там, два-три дня, не знаю. Еще какое-то время у них будет болтаться в офисе. Вы опять заходите в этот чат, именно опять пишите Customer Assistant. Ассистент этот. Ну, человек живой, короче. И спрашиваете, а получили ли вы письмо, которое я вам отправлял такого-то, такого-то числа? Он на некоторое время пропадает. Возможно, даже на несколько минут. Возможно, вам надо будет еще раз в чат заходить. Ну, короче, они ищут это письмо. Потом он сообщает, о, да, о, вы знаете, мы получили, получили ваше письмо. Да, мы передали в этот отдел по жалобам, будет рассматриваться. И с вами свяжутся, скоро с вами свяжутся. Это скоро занимает где-то от двух до максимум трех недель. Конечно, вы испытываете стресс. А как же тут все-таки? Ну, потом, если ваш вопрос решается положительно, вам позвонит человек, и все у вас будет хорошо. Чем сидеть и горевать в это время? Лучше с бубном танцевать. И не злоупотреблять сильно алкоголем. Всем до свидания. Успехов.